Том Райдер Том Райдер Том Райдер Том Райдер Раздобыв еды и согревшись, с надеждой смотрит на шипящую рацию и ненадолго включает камеру, чтобы посмотреть запись прежней комфортной жизни. Она попадает в капкан, сражается с волками и с последних сил борется за пистолет с неизвестным русским негодяем. И вот с этого момента вся красивая легенда начинает постепенно разрушаться. Оказывается, остров заселяет целая многотысячная банда сбрендивших культистов, самоны забилуют постройками времен Второй мировой, оставленными японской военной экспедицией. Буквально через пару часов Лара убивает уже сотого противника, а на нее выходят парни в железных масках с мачете и здоровенными щитами. Сама она лепит хедшоты из лука, словно из рейлгана. В идеале владеет всеми видами оружия, а редких животных забивает ради очков опыта, а вовсе не еды. В роликах и диалогах Лара при этом по-прежнему остается невинной девушкой, которая всего боится. Естественно, это не делает игру плохой. Просто те, кто писал сценарий нового Tomb Raider и те, кто отвечал за игровой процесс, видимо, не сильно между собой общались. Причем те, кто работал над геймплеем, очень старались сделать Uncharted, что, в общем-то, можно понять. Лара лихо скачет по древнеяпонским постройкам, перелетает десятиметровые обрывы, хватается за малейшие выступы, исследует прогнившие фюзеляжи военной техники и, конечно, постоянно падает. При этом каждая минута действия тщательно срежиссирована, разработчики постоянно подкидывают неожиданные ситуации, а некоторые сцены навсегда врезаются в память. Есть и свежие идеи. Например, со временем Лара учится привязывать к стрелам веревку, что позволяет ей в определенных местах выдергивать опоры зданий или же прокладывать новый маршрут, натянув ее над пропастью. Никакого настоящего открытого мира в Tomb Raider, конечно же, нет. Зато все локации просторные и сделаны со ставкой на тщательные исследования и повторные посещения. Каждая новая способность Лары открывает дополнительные проходы на уже пройденных территориях. С пресловутой веревкой можно забраться в ранее недоступные места, а полученный дробовик позволит разносить в щепки деревянные баррикады. Таким образом можно найти вход в потайные пещеры, где находятся самые интересные головоломки игры, завязанные на физике. В целом же исследовать карты нужно только для выполнения дополнительных заданий, вроде «Зажги огонь» возле десяти статуй Будды и «Сборы ресурсов». Найденные консервные банки почему-то пополняют опыт, а металлический хлам — очки для усовершенствования оружия. Также иногда Лара находит реликвии, при внимательном рассмотрении которых можно получить дополнительный опыт. Из некоторых ящиков выпадают редкие запчасти для нового оружия. Впрочем, стоит ли исследовать просторы игры при первом прохождении? Однозначного ответа нет. Прокачка в Tomb Raider весьма условна. Она только немного улучшает параметры и дает лишь прикладные способности. Например, Лара сможет издалека видеть входы в потайные пещеры или полезные предметы. Здоровья у нее будет больше, а прыгать по скалам она будет чуть быстрее. Минимально необходимые ресурсы вполне можно собрать по ходу сюжета. Да и излишнее увлечение с сундуками слишком уж сбивает яркий темп основной истории. Что касается экшена, то он вполне развлекает. Враги не шибко умные, но активно двигаются и крайне стараются вам напакостить. Закидывают гранатами, пытаются зайти в тыл. Одни предпочитают ближний бой, другие — огнестрельное оружие, третьи — прячутся за большими щитами. Есть довольно простая стелс-система, добивание и несколько рукопашных ударов. Словом, все то, что мы привыкли видеть в большинстве современных экшенов. И вот тут, наверное, кроется основной недостаток нового Tomb Raider. У игры просто нет собственного лица. Она похожа на все сразу. Ранние этапы выполнены в духе Uncharted. Поздние уровни неожиданно напоминают Resident Evil 5. Особенно, когда посреди железнолистовых коробок на тебя несется кто-нибудь с мачете. Все персонажи — поверхностные ходячие стереотипы от злой негритянки до суеверного мексиканца. А лидер культа почему-то прикидывается Осмондом Седдлером из «Четвертого резидента». Тоже касается и мультиплеера. Он настолько стандартный, что в него даже можно и не заходить. Ну и еще один важный момент. В Tomb Raider практически отсутствует юмор. Авторы сценария настолько сосредоточились на создании образа хрупкой девушки, становящейся той самой Крофт, что напрочь забыли об одном из важнейших элементов приключенческого жанра. А в образ этот все равно не веришь. Потому что никакая она не хрупкая девушка, а ВДВшник на прогулке. Объективно, новый Tomb Raider — очень хорошая, яркая игра, от которой большую часть времени сложно оторваться. Впечатление от нее будет зависеть исключительно от того, в какие игры вы до этого играли. Для кого-то она станет приключением года, а кто-то просто пройдет и забудет. Одно совершенно точно. Она могла быть намного-намного лучше. В первые часы Crystal Dynamics создали именно то, что когда-то провозглашали — мрачную приключенческую игру про загадочный остров с интригой к уровню сериала Lost. Жаль на пути к финалу, они все это растеряли. Будем надеяться, в следующий раз они не будут подражать конкурентам, а возьмут действительно новую высоту. Продолжение следует...